Слава Христу! Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа! В моем сердце, в моем духе есть слово, которое я хочу с вами поделиться. Я общаюсь со многими людьми и особенно с верующими, с духовными людьми, которые из разных динаминаций, и из ортодоксальной церкви, и с католической, православной, армяно-апостольской, и с почти всех церквей протестантских, именно с теми, которые исповедуют Троицу, Отца Сына и Святого Духа. Я замечаю одно, и это очень больно мне. Священники так и не понимают, не осознают, что принять сам священство, это не обозначает дойти до того момента и той планки, которую они перед собой видят. Только быть священником – это очень опасное явление. Жизнь человека должен доказать это, что он не священник и священнодетствующий перед Богом. Бог поставил священников для того, чтобы у них глаза были открыты, чтобы они были небеспечны в отношении того, в отношении чего обеспечен простой человек. Если человек может мимо пройти чего-то либо, на что нужно реагировать, обличить, противостоять, то священник этого не имеет права делать. Мы замечаем, что в книге доброго самарянина священник, левит, духовный человек, духовная личность прошел мимо, мимо человека, который умирал. А вот самарянин, с которым евреи не имели права общаться, он подошел, он помог человеку и еще пекся о будущем этого человека. Сегодня, как мы реагируем вообще в окружности нашей, что творится к этому? Я не говорю, что в любое дело человек должен войти, но в любое дело человек может войти верою, молитвою, духовной этикой, особенности с любовью. Любовь, которая должна двигать этого человека с места. Написано, не только не участвуйте, но и обличайте. Я понимаю, что тебе будет страшно подойти и к тирану, и сказать, что он тиран, или блуднику, или блуднице, и сказать, что он блудник, или блудница, вор, убийца. Тебе будет это страшно. Некоторые моменты жизни мы замечаем, что пророки тоже боялись. В основном пророков отличало их зрение, их глаз. Они, когда смотрели на кого-то, вот через этот бесстрашный взгляд, люди понимали, что имеют дело с пророком, потому что они не боялись никого обличать. Царей, всех своих министров, даже тех, которые собирались убить его самого. Это бесстрашие идет от Бога. Обшаясь с ним, ты приобретаешь это. Библия говорит, что ты имеешь пророческий дух. Почему? 19 глава книги Откровения говорит, что свидетельство Иисуса есть дух пророческий. Имеешь ли этот дух? Ты можешь обличить твою жизнью, как ты одеваешься, как ты ходишь, как ты разговариваешь. Ты можешь обличить твоим молчанием, но обязательно, чтобы твоим молчанием был разговор, твое поведение. Ты можешь обличить твоей проповедью, твоим словом. Ты можешь обличить твоим поведением, твоей любовью. Можешь обличить. Но это ты обязательно должен делать, потому что если Дух Святой тебе поставил с прященником на земле, Дух Святой, его первое положение. Иисус сказал, когда пошлю Духа истины, он будет обличать о грехе, о правде и о суде. Кто ты? Ты обличаешь твоей жизнью? Твоя жизнь, как свидетельство, обличает других? Если просто так, так себе ты живешь, за это ты ответишь. Ты одеваешь рясу священника, и ты не хочешь, чтобы кто-то сказал тебе в лицо, что думает о тебе. Ты можешь блокировать твой сайт, можешь блокировать и номера телефонов, можешь блокировать все. Ты можешь не отвечать на телефонные звонки, но все равно молитвы людей, которые нуждаются именно в истине, они будут беспокоить тебя. И когда ты пристанешь перед Богом, а ты обязательно пристанешь перед Богом, ты отвечаешь за это. Как ты думаешь, если ты священник, если ты духовный человек, если ты проповедник, если ты апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель, если ты это есть, как ты думаешь, ты царь или не царь? написано, что вы царственное священство. В чем заключается царственность твоего священства? В чем? В трусости? В том, что ты можешь просто-напросто пренебрегать человеком, который слаб в духовной жизни, слаб вообще в поведении, человек не может устоять в вере. и этого человека ты можешь поставить в сторону за борт твоего корабля и все в этом? Или ты, как царь, во-первых, царствуешь над твоим грехом, над твоим старым человеком? Как ты думаешь, когда Иисус сказал, что Царство Небесное, Царство Божие внутри вас есть, что это такое? Есть ли это царственность в себе? Если ты думаешь, что это наглость, это дерзость твоего поведения, что если у тебя есть такая возможность, то ты можешь пренебрегать слабыми людьми, глубочайшая ошибка, твое дерзновение давно перешло в дерзость. Люди нуждаются в тебе. Ты можешь опомниться. Люди сильно нуждаются в тебе. Если тебе дана сила, если тебе дана власть, если тебе дана мудрость, если даны тебе деньги, возможности, это не для тебя. Это для тех, которые это не имеют. Божий принцип таков, он действует так. Бог обнижался ради нас, чтобы мы обогащались его нешитою. Что такое царственное священство? Не в этом ли заключается, что царь не позволяет себе быть таким, как простолюдина? То, что позволяется простолюдине, не позволяется царю. Не в том, чтобы этот царь себя вел как кто ты такой, чтобы рядом со мной стоять. Но царь это первое лицо. Это показывает пример жизни. Это пример подражания. Во-первых, в кротости, в смирении, в долготерпении, в любви, в служении. Покажи это. Есть это в твоей жизни? Бог будет требовать у тебя. Я говорю служителям, всем служителям. Мое слово, слово Духа Святого сегодня обращается к служителям. Бог обращается к тебе. Есть ли это в тебе? Бог будет требовать у тебя отчета. ты можешь звонить в другие места и порочить имя человека. Ты можешь сделать общину, сделать так, чтобы восстал против одного человека. А ты можешь спасти одну душу. Ты можешь спасти одного человека. Ты можешь духовно убивать человека, чтобы этот человек не существовал для многих людей. Допустим, сотни, двести или сколько их там. а ты можешь оживить одного падшего. Послушай внимательно. Ирия, Елисей, Павел, руки к рукам, уста к устам, глаза к глазам, и мир ведь оживает. Можешь ли этого делать? Ведь это было. Что, в твоей жизни Бог не такой? Бог не меняется. его сила не оскудевает. Если с тобой это не случается, это не обозначает, что Бог уже не делает это. Но ты должен думать и заботиться, беспокоиться, почему с тобой это не случается. Или ты думаешь, что если массовое положение вещей, и люди массово отдаляются от Бога, это есть нормально? только не говори, что притча десяти дев сейчас исполняется, что все уснули. Есть люди, которые не спят, есть люди, которые бодрствуют, есть люди, которые реально царствуют духовной жизнью, царствуют над собой, над грехом, над своим духом. Ты таков? Бог спрашивает тебя, ты таков? ты будешь давать отчет. Сегодня, как никогда, народы нуждаются в тебе. Царственность твою, именно царственное свершенство, нужно для твоего собственного освобождения, чтобы через твою свободу освободились и другие окружающиеся тебя. Весь послание Римлянам говорит именно об этом, что вся тварь совокупно ожидает откровения сынов божьих в надежде, что и сама тварь будет освобождена от рабства трению в надежде. Вот эту надежду имеют в окружности люди, они стремятся к этому, они надеются. И когда в тебе хоть малейший свет дают свой блеск, они цепляются за это. И тебе это дается ради только одного, ради этих же людей. Ты говоришь каждый раз в твоем уме или на его, ты говоришь, да придет твое царство где? Где должно прийти это царство? Во-первых, в тебе. А, ты думаешь, что у тебя должно быть много денег? Да. Это не так. Это величайшая ошибка. вопрос не в деньгах и не в политической власти. Вопрос о власти, которую ты имеешь над самим собой, над твоим грехом, над твоими эмоциями, над собою как человек. И когда ты владеешь собою, ты начинаешь твоим примером помогать другим людям владеть собою. Это обозначает ты через тебя распространяешь Царство Небесное. Апостол Павел простым путем показывает это явление в послании филиппейцам. Там говорится, что могу жить в скудости, могу жить в изобилии. Это обозначает, что ты можешь жить в скудости и показать, что человек в скудости может не умереть и не терять Бога. Но потом этот же человек может быть в изобилии и снова не терять Бога. Нужно уметь это делать. Но твой пример первейший и важный. Ты служитель. Слово Мое от Бога. Желание моего Духа. Пусть Бог благословит тебя. Бог благословит твой дом, твое служение. Мир дону твоему, во имя Иисуса Христа. Аминь.